Музейное дело Псковской области Ограниченных бюджетных средств и в силу ошибок в управлении музейным делом находятся в кризисе. Я хочу обозначить несколько принципиальных задач по сохранению и развитию музея Псковской области, без которых, на мой взгляд, изменение ситуации невозможно. Ключевой задачей является создание Псковской области музейной системы. Сегодняшняя деятельность музея в Псковской области абсолютно разрознена. Музеи существуют сами по себе. Деятельность единственного федерального музея, деятельность областных государственных музеев, деятельность муниципальных и частных музеев в единую систему не связана, в том числе и в части туристического продукта. Уже устали от упоминания этих предстоящих гонзейских дней. Обсуждается вопрос освоения средств федерального бюджета, как правило, в хозяйственной деятельности. При этом именно на время этих гонзейских дней музей уходит на реставрацию и в полной мере получить выгоду от большого притока гостей не сможет. Совершенно очевидно, что Псковский музей без получения статуса федерального музея, то, что сделали, успели сделать в начале 90-х годов в Новгороде, он развиваться не сможет. Коллекции Псковского музея соответствуют ценности коллекции Эрмитажа. Музей сегодня показывает не более 3% своих фондов. То есть люди не видят Псковский музей, они его не знают. 97% фондов закрыты для посетителей. Если действительно удастся решить проблему федерального статуса Псковского музея, то музейная система Псковской области изменится существенным образом. Я ожидал, что сегодня вместе с вами выступит Елена Николаевна Яковлева, Елена Александровна, прошу прощения, Яковлева, которая сидит рядом с вами, потому что, по большому счету, вы показываете в основном объекты культурного наследия федерального значения. И ценность Псковского музея определяется тем, что эти объекты у нас есть. Может быть, часть вопросов, которая у меня была, в большей степени была к Елене Александровне, но могу сказать, что вызывает большие опасения качество реставрации объектов культурного наследия, которые сейчас ожидаются в Кремле и сейчас происходят в Варламском углу. Я опасаюсь, что нас ждет второй сборск не в части государственного триумфа, а в части некачественного освоения бюджетных средств на реставрацию Высокой башни, Варламской башни, всего Варламского угла. Я не вижу качественного контроля за этими работами. Какие площади Вы получите в экспозиции? Это большой вопрос. Вопрос кадров, как Вы понимаете. Псковский музей-забоведник – это целый космос. Мы убедились, что в течение длительного времени в музее были ошибки руководства. Я вчера вечером общался с Михаилом Борисовичем Петровским, это президент Российского союза музеев, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Михаил Борисович крайне обеспокоен тем, что Псковский музей до сих пор не вернулся в Российский союз музеев, откуда он вышел добровольно. Мы единственный в России государственный музей в столице региона, который вышел из Союза музеев, потому что ему не нужно музейное сообщество России, до сих пор не вернулся. Я знаю, что заявление подано, вопрос не решен до сих пор. Жанна Николаевна, 12-13 апреля состоится форум Российского союза музеев через две недели. Есть шанс вытащить Псковский музей на этом форуме так, чтобы о нем услышали, что он желает вернуться в музейное пространство. Большое волнение вызывает судьба Покровской башни, шатер, который был воссоздан, и без музификации Покровской башни она снова несет высокие риски гибели. Хочу сказать также о том, что в рамках нашего музея есть несколько шемчужин, такие как Кузнечный двор, скончавшийся недавно Евгения Лагина. Как он будет включен в будущую концепцию музея и заповедника, вопрос остается открытым. Во всяком случае, друзья Кузнечного двора высказывают большую обеспокоенность. Что касается кадрового вопроса музея, у нас, как вы хорошо знаете, сохранение развития ставок работников музеев произведено в большинстве случаев за счет сокращения кадров для того, чтобы оставшиеся сотрудники получали большую зарплату. Чтобы полноценно обслуживать Псковский музей и наши другие музеи, нет возможности дальше идти по этому пути. В заключение хочу сказать о тех музеях, которые нуждаются в спасении. То, что сегодня говорили коллеги о музеях философовых, вот об этих семи муниципальных музеях, которые, безусловно, нуждаются в новом понимании их судьбы. Вы сказали, что в дотацию на культуру включены расходы на музеи. Мы на пяти согласительных комиссиях подряд по проекту областного бюджета установили, что музеи не считаются муниципалитетом, они изыскивают собственные средства. Как правило, в год около 1 миллиона рублей на поддержание музеев нет норматива на финансирование музеев. Он отсутствует сейчас. Я очень прошу вас, чтобы к проекту бюджета области на 2019 год такой норматив появился в качестве регионального расчетного норматива, из которого будет понятно, какая часть дотации районов целевым образом должна быть использована для музеев. И по музею Александра Невского. Вот там сейчас эта точка, уникальный частный музей Самолова, который в прошлом году посетило 1600 человек. А в 10 раз больше людей не смогли проехать дорогу протяженностью 34 километра, потому что туристические автобусы вообще отказываются по ней ехать, они могут упасть. Поэтому ваши ожидания от того, что в 2021 году 2000 детей за счет средств федерального бюджета по этой дороге поедут в Самолову, в этот уникальный частный музей прекрасной археологической экспедиции Академии наук Советского Союза генерала Карева, они не доедут. Там есть колоссальные риски их безопасности. Если сейчас не обозначить первоочередные задачи по развитию этого культурного и экономического центра в Самолове, даже безотносительно того, какой это музей, сейчас он частный, возможно, в будущем, дай Бог, будет государственный, то 2021 год для Псковской области пройдет абсолютно незамеченным и не принесет ей экономическое развитие. Дмитрий Маркович, заканчивайте регламент уже. Я завершаю, Александр Алексеевич. У меня есть предложение, чтобы все-таки вопрос о судьбе развития наших музеев был решен на межведомственном совещании, в котором приняли бы участие ваш комитет, Жанна Николаевна, комитет по охране объектов культурного наследия и наш общий добрый ангел Государственного финансового управления Псковской области, без заботы которого вы не выживете. Спасибо большое.